Продумать вопрос создания вдоль въездных трасс мест для семейного отдыха, такое поручение глава муниципалитетов дал руководитель региона. Это должны быть цивилизованные автостоянки, где у туристов будет возможность передохнуть с дороги и перекусить. До 1 сентября от каждого района Кубани ждут предложений, в том числе и в вопросе наведения порядка в придорожном сервисе. Пусть ряды будут, но ряды будут с каждым стремлением. Работа сельскохозяйственных ярмарок вдоль въездных трасс – тема, которую временно исполняющий губернатора Кубани Вениамин Кондратьев, обсудил с главой АНАПы Сергеем Сергеевым. Все-таки, может быть, какой-нибудь кубанский акцент поставить где-то, поселок Уташ. Вот у Таши-Джигинском проблема существует, ну, наверное, уже больше десятка лет. Именно вот поэтому, что мы видим на экране, это земля поевая, выделенная фермером. Создание самой ярмарки, оно полностью бойкотируется вот этими девятью фермерами, но мы нашли альтернативное решение рядом. И я бы просил, чтобы Управление федеральных дорог нам согласовало, если это не будет угрожать безопасности дорожного движения, согласовало размещение. У нас 11 всего придорожных ярмарок. Вот одна проблемная, остальные мы все привели в соответствие. Глава АНАПы также поднял вопрос взаимодействия с контролирующими ведомствами, полицией и Роспотребнадзором. Если протоколы на нарушителей складывают мертвой стопкой, не принимая действенные меры, то результата от такой работы не будет. Сергей Павлович, он достаточно такой человек, который он как бы неуемный. Если у него вот ради комиссии и ради протоколов он не работает, у него есть, точнее, читаем, надо результат. Пока он результат не добивается, он считает, что ничего это не работает. По завершению краевого совещания глава АНАПы дал ряд поручений городским службам. Одно из них – провести ревизию всех объектов придорожного сервиса. Во второй половине рабочего дня глава курорта сам объехал въездные трассы.